Тема сегодняшней передачи это взаимоотношения двух крупнейших азиатских государств Индии и Китая. Как мы знаем, в данный момент в Украине проходит первый государственный визит премьер-министра Индии. Официальная цель визита индийского премьер-министра Нарендера Моди заключение торговых экономических соглашений между Украиной и Индией, расширение экономических связей, поставка украинского оборудования высокотехнологичного в Индию. Но скорее всего это лишь ширма. Мы считаем, что целью визита индийского премьер-министра является обозначение позиций Индии как нейтрального государства, не участвующего в этом конфликте и заключение каких-то соглашений за ширмой. Может быть попытка играть роль некого арбитра, либо переговорщика, но скорее всего Индия вряд ли на такое пойдет, поскольку из истории Индии, современной Индии, мы можем сказать, что Индия является лидером блока государств неприсоединения. Скорее всего подписчики не знают, что до сих пор в мире существует этот блок, блок государств движения неприсоединения. Создан еще в 50-х годах такими деятелями, как югославский лидер Йозеф Борос Кипта, президент Египта Абдель Нассер и индийским премьер-министром Джавахарлава Неру. В связи с распадом Варшавского договора многие думают, что скорее всего и движение неприсоединения также исчезло, но до сих пор в движении неприсоединения состоят 120 государств, среди которых даже до сих пор, вернее относительно недавно туда вступила Белоруссия, хотя мы понимаем, что скорее всего Белоруссия не является нейтральным государством, которое не присоединяется к военным блокам. Целью создания блока государственного движения неприсоединения являлось неучастие в конфликте двух мировых блоков середины 20 века. Это блока западных либеральных государств НАТО, Североатлантического блока, и блока государств Варшавского договора. Кроме того, было еще несколько государственных пактов или блоков, такие как Манильский пакт и Центральный пакт, так называемый, или же Багдадский пакт, который просуществовал только в 50-е годы. Манильский пакт был распущен, то есть государства Манильского договора были распущены в 1975 году в связи с окончанием войны во Вьетнаме. И также, кроме того, тем, что распался единый Пакистан, от Пакистана отделилось государство Бангладеш, Восточный Пакистан, и Пакистан был участником Манильского пакта, и он вышел. Поэтому этот пакт, по сути, и распался. Блок государств, лидирующую роль, в котором играла Соединенные Штаты Америки, Австралия, также Южная Корея, Япония. Но, тем не менее, блок государств движения неприсоединения существует до сих пор, и одним из ключевых государств, которым является Индия до сих пор. Как мы знаем, Индия на данный момент крупнейшая по населению государства. Оно обошло в прошлом году Китай. Теперь население Индии 1 миллиард 428 миллионов человек, в то время как население Китая 1 миллиард 409 миллионов. Ну, это официальные цифры. Каждый может этого проверить. Так что же из себя представляет Индия? Мы оставим за рамками древнюю историю, как Индии, так и Китая. Хотя, на мой взгляд, это очень важные вещи, важные моменты, поскольку даже современная политика, как Индия, как и Китая, она в том числе во многом исходит из того, как что-то складывалось в их истории. Особенно это относится к Китаю. Мы об этом еще поговорим. Так вот, на данный момент Индия является... Это государство, ориентирующееся в первую очередь на Запад. Ну, мы знаем, что Индия это бывшая колония Великобритании. До сих пор у Индии очень теплые, тесные отношения с Великобританией. По рейтингу политических свобод, по рейтингу индексу Freedom House, Индия является частично свободным государством. У нее 66 пунктов из 100 по уровню свободы, в то время как Китай является одной из абсолютных недемократических, несвободных государств в мире. У Китая только 9 пунктов из 100 по уровню свободы. Я уже не говорю, что у Китая индекс политических свобод минус 2 из 40 пунктов. То есть даже не 0, а минус 2. Это надо учитывать. Такой индекс только у Северной Кореи еще. Так что это такие государства, особые государства. У Индии в современной ситуации, в геополитической ситуации складывается такое впечатление, что якобы Индия и Китай заняли пророссийскую позицию. Якобы они намерены помогать как-то России в этой войне против Украины. Но это глубокая ошибка, поскольку каждый из этих государств в первую очередь ориентируется только на свою суверенную политику. И исходит из прагматических интересов, собственных национальных интересов. Хотя они не осудили публично агрессию России против Украины, тем не менее они поддерживают режим санкций. И с чем это связано? В первую очередь тем, что что Индия, что Китай, они очень сильно включены в мировую экономику. И ни Индия, ни Китай не хотят получать вторичные санкции со стороны локомотива мировой экономики, это Соединенных Штатов. Индийские банки, китайские банки отказались от международных транзакций, торговли с Россией. То есть Россия пытается, вернее так, до начала конфликта Индия никогда не покупала российскую нефть. Но с началом войны Индия начала покупать российскую нефть, но расплачивается за нефть своими рупиями. В то же время рупии Россия не может обналичить, перевести в доллары. То есть получается, как бы Россия просто отдаёт свою нефть, а деньги за эту нефть, они остаются также в Индии. Потому что конвертировать полученные рупии и также полученные юани Россия не может, она не может перевести в доллары, потому что не получить валюту. Поскольку индийские банки, китайские банки, я уже захожу в Китай, для них российский рынок, то есть поставки из России, они мизерны. Россия занимает ничтожную долю мировой экономики, поэтому Китай и Индия это одни из крупнейших экономик в мире, которые включены в мировую экономику, производящую экономику. То есть, как мы знаем, допустим, Китай это мировая фабрика. На этом рынке её очень активно пытаются сейчас вытеснить Индия и ряд других государств, которые борются тоже за это место в мировой экономике, то есть составляют конкуренцию Китаю. Так вот, поговорим об индийско-китайских отношениях, которые имеют очень долгую историю. Они уходят в глубину веков, но тем не менее мы поговорим о современной политике. Дело в том, что между Индией и Китаем есть ряд горячих конфликтов. Они касаются территориальных претензий между Индией и Китаем. Китай претендует на ряд территорий, которые Индия считает своими. И здесь мы включаем следующее государство, это Тибет, поскольку все эти конфликты относятся к тибетскому вопросу. Поскольку вся вот эта спорная территория, граница Индии и Китая, это территория, так скажем, Тибета. Между Индией и Китаем было несколько войн в середине 20-го века. Это пограничная война 62-го года и пограничная война 67-го года. А также относительно недавно конфликт 20-го года, пограничный конфликт 20-го года. Так вот, в чем суть конфликта? В начале 20-го века Тибет провозгласил полный суверенитет и независимость от Китая. Хотя, по сути-то, Китай никогда не являлся владельцем. Тибет никогда не был частью Китая. Мы не признаем такую позицию, что Китай когда-то был владельцем. Почему? Потому что взаимоотношения Тибета и Китая, они основываются на том, что Китай оказывал некий протекторат. Мы знаем, что такое форма протектората. Великобритания также оказывала некий протекторат рядом с государством. До сих пор имеет протекторат. Но, тем не менее, эти государства являются независимыми своей внешней политикой. Просто они имеют статус протектората в Великобритании. Так вот. С чем это связано? С тем, что со времен монгольской династии Юань Тибет имел взаимоотношения в первую очередь с монгольской династией Юань. Он никогда не был частью в монгольской империи. Но между правящей династией Юань и тибетскими духовными лидерами, на тот момент это традиция Сакья, это времена Хубилай Хана, знаменитый Марко Поло. Так вот. Между династией Юань и традицией Сакья, родом Кхон, установилась связь, которая называется Чо Янг. То есть, что можно перевести как сузерен и духовный наставник. И вот эти взаимоотношения между дворами, то есть правящей династией в монгольской империи и тибетскими правителями, в последующем уже и традиции Сакья, потом Кагью и в последующем уже начиная где-то 16-17 века, когда к власти пришла традиция Гелук в лице Далай-Ламы. Отметим, что сам титул Далай-Лама это монгольский титул, поскольку слово Далай означает океан. Третий Далай-Лама был наставником монгольского хана Алтанхана. И Алтанхан, получив наставление, учение от Далай-Ламы, даровал Далай-Лами своему учителю титул Далай-Лама. И также в соответствии с концепцией взаимоотношений между монгольскими правителями, тибетскими духовными лидерами Дэда Чо Янг, установилось такое взаимоотношение, когда монгольцы, тибетские духовные лидеры опирались в приведении своей внутренней и внешней политики на монгольские войска. В последующем вот эта традиция была перенята династией Цинь, Маньчжурской династией. Вот это взаимоотношение Чо Янг, инициатором создания такой уже Сманьчжурской династии был Пятый Далай-Лама. Он установил контакт с Циньским двором. Циньский двор как бы стал династией Айсинь-Георок, династия Цинь, стала покровителем Далай-Лам, духовным наставником. То есть духовный наставник Еси Жилен. Но тем не менее Тибет проводил свою суверенную политику и только лишь привлекал маньчжурские войска, а чаще всего монгольские войска, которые в тот период часть Монголии входила в Циньскую династию также. И вот эти войска применялись Далай-Ламами для решения своих каких-то внутренних или внешних проблем, отражения непальской агрессии, тибета-непальской войны. То есть Тибет никогда не был частью Китая. Только лишь были такие взаимоотношения. И вот после Циньской революции в начале 20 века Тибет объявляет о полном суверенитете, независимости, прекращении вот этого взаимоотношения. Ну поскольку Циньская династия пала, Тибет не считал себя более связанным теми-то договорами, такими взаимоотношениями с китайскими властями. И в этот момент, ну мы знаем, что есть такая тоже российская концепция большой игры, когда Великобритания через свою индийскую колонию пыталась проникнуть в Тибет, встал вопрос о демаркации границ между Тибетом и Индией. И в 12-13 году в индийском городе Шимла прошли переговоры между тибетским правительством 13-го Далай-Ламы и британской колониальной администрацией. Китайское правительство отказалось признать вот этот договор, хотя оно участвовало также в переговорах, но оно отказалось поставить свою подпись, поскольку посчитало, что это неравноправный договор, что права Китая ущемляются. Но Тибет в этот момент уже объявил о своем полном суверенитете, и договор был подписан о демаркации границ между Великобританией, индийской колонией и Тибетом. По этому договору Далай-Ламу 13-й, для того, чтобы добиться признания своего суверенитета, он отдал часть территории, то есть Южный Тибет, территория Южного Тибета была передана под протекторатом Великобритании. Но Китай отказался признавать вот это, хотя он уже никак не мог повлиять на ситуацию, поскольку Тибет провозгласил полную суверенитет и осуществлял свою внешнюю политику самостоятельно. Кроме того, в этот же момент Монголия и Тибет подписали договор о взаимном признании, который также не был как бы и признан Китаем, но мы понимаем, что Монголия современное независимое государство, и поэтому признание взаимных договоров свидетельствует о том, что Тибет проводил суверенную политику. Мы все говорим о корне конфликта между Индией и Китаем. С приходом Коммунистической партии Китая под руководством Мао Цзюдуна к власти в Китае в 49-м году, Китай начал вторжение в Тибет в 49-м. И тут же, как только он обрел власть в самом Тибете, в Китае, тут же началось вторжение Тибета. И Китай не признавал вот эти границы, которые подписал, собственно, сам Тибет вместе с Индией и Великобританией. Индия, также с обретением независимости от Великобритании, она объявила о том, что она признает границы согласно вот этому договору Шимла, в городе Шимла, который был подписан британским офицером Макмагану. И Китай вторгся на ряд приграничных территорий, спорных территорий. В 1960-м году Китай проложил незаконную дорогу в Тибет через индийскую провинцию Аксайчин, что вызвало недовольство в Индии. И в 1962-м году началась горячая фаза первой пограничной войны между Индией и Китаем, которую конкретно если относиться к территории Аксайчин, то Индия в этом регионе проиграла войну. То есть она потеряла контроль над спорной территорией Аксайчин. Эта территория находится чуть-чуть севернее от королевства Ладак, союзной территории Индии и недалеко от штата Джамму-Кашмир. Другая территория, спорная территория, так называемый Южный Тибет, который был уступлен Далай-Ламой XIII в пользу Британской империи. Ныне это штат Аруна-Чал-Прадеш, вот на этой территории в 1962-м году индейцам удалось отстоять контроль над этой территорией. В тот момент территория носила название северо-восточной территории. В данный момент эта территория получила статус штата Аруна-Чал-Прадеш в 80-е годы. И тем не менее до сих пор вот эти конфликты не урегулированы. Ни одна из сторон не признает существующую границу. И конкретно Индия добивается возвращения территории района Ак-Сай-Чинг относительно небольшого, где-то полтысячи квадратных километров. В то время как территория Южного Тибета это где-то 87 тысяч квадратных километров. Тем не менее, вот я сказал, что Индии удалось отстоять эту территорию. Также в 67-м году произошли столкновения на севере королевства Сиким. В данный момент королевство Сиким является территорией индийского штата Сиким. Оно вошло в 70-е годы в состав Индии, то в 75-го года Сиким был независимым государством, королевством. Но тем не менее, он имел очень плотные, тесные, дружеские отношения с Индией. Но тем не менее, в 75-м году из-за внутреннего конфликта Кими королевская династия Сикима пала. И Сиким вошел в Индию на статусе штата. И на севере государства Сиким, королевства Сиким в 67-м году были также горячие боестолкновения. Индийской армии и Сикимским вооруженным силам в тот момент удалось отстоять эту территорию. Тем не менее, Китай до сих пор не признает эти территории принадлежащими Индии. И эти конфликты являются замороженными. Недавно, в 2020 году была новая эскалация этого конфликта с большим количеством жертв. Но тем не менее, сохраняется статус-кво, взаимное непризнание. И вот на фоне этого в международной политике мы имеем то, что как бы считается, что вот эти два государства являются крупнейшими государствами так называемого глобального юга. Индия является лидером движения неприсоединения. Китай формирует новый собственный блок государства. Нельзя Китай отнести к социалистическому блоку, хотя официальная идеология Китая является коммунизм, конечно, но это такой еще тот коммунизм. Скорее, это националистическая политика Китая, поскольку Китай до сих пор проводит политику расовой, национальной ассимиляции малых народов. Тех же тибетцев, монголов, Синьцзяно-Уйгурско-автономного округа. Вот. И мы не можем сказать, что глобально в стратегическом плане геополитики Китай и Индия могут выступать как объединенный блок. Каждый из этих государств ведет собственную игру, но в этой игре в первую очередь Индия является более прозападно настроенным государством, поскольку она являлась изначально британской колонией. Она очень тесно интегрирована в Западную Европу. Китай также на самом деле очень тесно интегрирована в мировую экономику, но тем не менее Китай является абсолютно несвободным государством, который считает, что он должен занимать более достойное место в этом мире, быть гегемоном, доминировать не только в Азиатском, Тихоокеанском регионе, а вообще глобально. Теперь мы немного поговорим о Китае. Китай, ну понятно, что это одна из крупнейших экономик, это вторая экономика мира после Соединенных Штатов. До недавнего времени это крупнейшее государство по населению, по количеству людей. Ну, как я сказал в начале передачи, в прошлом году Индия обошла по количеству населения. Кстати говоря, о демографии, особенно о демографии Китая. Хотя сегодня считается, что население Китая является 1,4 млрд человек, тем не менее демографы предсказывают, что Китай в предстоящем столетии сократится буквально в три раза. Поскольку Китай проводил политику «одна семья, один ребенок». Кроме этого, традиционно китайская модель семьи, когда предпочтение отдаётся именно наследнику по мужской линии, привело к тому, что Китай, впрочем, во многом и даже Индия, превалирует мужское население. Доходило до того, что ребенка женского пола просто умерщвляли, либо делали всё, чтобы родился просто мальчик. И в данный момент мы имеем дисбаланс между количеством мужского населения и женского населения в этих странах. Поэтому в отдалённой перспективе 100-150 лет, скорее всего, будет очень сильное снижение популяции населения как Китая, так и Индии. Но, скорее всего, именно Китай больше всего от этого пострадает, поскольку модель семьи в Индии немножко отличается. И, вероятно, они как-то смогут это обойти, поскольку у них не было именно конкретно такой политики «одна семья, один ребенок». В Китае эту политику отменили только недавно, несколько лет назад, но, тем не менее, она уже сейчас начала сказываться. Китайские власти это отлично понимают. Они пытаются с этим как-то бороться, уже пропагандируют прирост населения. Но это довольно-таки сложно. Ещё раз я говорю, что они предпочитают, чтобы был один мальчик, предпочитают наследнику по мужской линии, и, следовательно, дисбаланс всё равно сохраняется. Немного о китайской угрозе. Есть такой фактор в российской внутренней политике, когда публично российские власти заявляют, что Китай является дружественной страной по отношению к России. Но это свидетельствует о том, что либо российские верха совершенно не разбираются внутренней китайской политики и не знают историю Китая. В Китае никогда не было никаких друзей. Китай всегда вёл эгоистическую, прокитайскую политику. И китайская мудрость говорит, что у тебя не может быть никаких друзей. У тебя только могут быть либо союзники, либо враги. А вернее, всегда у них есть враги. Никогда у Китая не было союзников. Поговорим немного о китайской истории, о китайской идеологии, как Китай проводит свою внешнюю и внутреннюю политику. Китай в истории никогда не проводил политику в интересах других стран. Никогда у Китая не было друзей в мировой политике. И никогда Китай не говорил, что какой-то государство для него является другом, вечным и так далее. Ни с кем они в губы и дёсты не целовались. Есть такой мэм, что якобы Китай претендует на всю территорию Сибири, Дальнего Востока, вплоть до Урала. Якобы во времена Мао Цзюдун или когда-то там печатались такие карты. Никогда в Китае такого не было. Поскольку китайцы, исходя из своей политической культуры, исторической школы, они в международной политике никогда не претендуют на то, что им официально не принадлежало по каким-либо договорам. Между Россией, Российской империей и в свое время Китаем были заключены несколько неравноправных с точки зрения Китая договоров. И эти договора касаются территорий современного Приморского края на Дальнем Востоке. И вот эти территории, и также в Амурской области, которые Китай считает своим до Хабаровска, на Дальнем Востоке, в Благовещенске и так далее, на большее Китай не претендует. Есть такой мэм в Бурятии, такое мнение, что якобы если мы, Буряты, отделимся от Российской Федерации, очень часто такое циркулируют в общественном пространстве, что ни в коем случае нельзя якобы отделяться от России, поскольку как только Буряты отделятся от России, тут же нас оккупируют китайцы. Спешу обрадовать, что никогда Китай так поступать не будет. Во-первых, территория Бурятии никогда не входила в Китайскую империю, никогда не была частью Китая. Китай никак не может юридически обосновать претензии на эти территории. Китай только может экономически доминировать. То есть любая попытка войти на эти территории для китайцев, они заинтересованы в экономическом, политическом доминировании, коррумпировании этих территорий, подчинении таким образом, но никак не военным и оккупации, поскольку они понимают, что юридически обосновать это они не смогут. Тайвань они пытаются обосновать, поскольку Тайвань все-таки является Китаем, но именно скорее он Китай, в смысле Тайвань это Китай, а вот это то, что мы имеем, ряд государств признают Китаем Китайскую Народную Республику, ряд государств признают Китайскую Республику Тайвань. Так вот, между прочим, между Россией и Китаем до сих пор есть крупный нерешенный территориальный спор. Вернее он между Россией и Китайской Республикой, которая на данный момент Тайвань. Этот спор касается Республики Тайвань, поскольку после Цинхайской революции, в начале 20-го века, о которой я уже говорил, после распада Цинской империи, когда отделилась от Китайской империи внешняя Монголия, то, что мы называем современную Монголию, это называется внешняя Монголия, Халха-Монголия, Тибет и, ну, естественным образом от Китая отпал территория так называемого Урьянхайского края. Китай до сих пор не признает Урьянхай как отдельный, я имею в виду Тайвань. Он никогда не признает, что Урьянхайский край суверенная территория, что он как бы, они его не признали. Они признали Монголию как независимое государство, а Урьянхайский край как независимое государство они не признали. Мы знаем, что до 44-го года Урьянхайский край, либо же республика Танну-Тыва была независимым государством, которое признавалось в соседней Монголии, СССР. И в 44-м году республика Танну-Тыва незаконным образом, кстати говоря, вошла в состав Советского Союза. Есть примечательный факт, что несколько месяцев жители Тывы даже не знали, что они уже в составе Советского Союза, поскольку власти совершили государственный переворот, они сместили прежнее национально ориентированное правительство, часть туинских коммунистов совершили государственный переворот, подвергли репрессиям, убили своих бывших руководителей, которые вели национальную политику и присоединились, подали прошение о вхождении в Советский Союз. И об этом они три месяца не уведомляли собственных жителей. И только через три месяца жители Тывы узнали, что они вообще-то уже в составе Советского Союза, а не независимое государство. Но тем не менее Китай, в тот момент гомендантский Китай, не признавал независимость Тывы. И до сих пор как бы между Тайванем и нынешней Российской Федерацией есть территориальный спор относительно Тывы. Что касается Китая, Китайской Народной Республики, Китай до сих пор считает, что между Россией и Китаем были неравноправные договора между Российской империей и Китаем. И Приморский край, он как бы незаконно занят Россией. И максимум, на что китайцы могли бы претендовать, вот этот Приморский край, часть Амурского края, но никак не до Бурятии. То, что в истории рисуют, что якобы там до Урала или еще где-то там. Но нет, такая схема не работает, потому что если такие карты где-то публиковались, а я разные карты видел, тем более исторические карты видел, относящиеся к истории Монгольской империи Юань, то есть Юаньской династии, это Монгольская династия над Китаем. В тот момент в том числе и Россия входила в состав Монгольской империи, Китай входил в состав Монгольской империи, Бирма входила в состав Монгольской империи, Часть Индии, вся Центральная, Средняя Азия. Но мы не можем объявить это Китаем. И китайцы это тоже понимают, что на это они претендовать не могут, поскольку есть законный наследник в виде монгольского государства, который в любой момент скажет, нет, нет, ребята, эта территория вам не принадлежит. Где-то полгода назад председатель Конституционного Суда Российской Федерации Зорькин встречался с Путиным, показывал некую карту, на которой якобы нет Украины. Он говорил, вот карта, нет Украины, все Россия. Это, конечно, вызвало такое недоумение, смех и некоторую реакцию со стороны Монголии. Мы знаем, что четвертый президент Монголии Сахьягин Лебекторш выступил в заявлении, в котором тоже сказал, друзья, у нас тут тоже есть карты, относящиеся к XII, XIII, XIV веку, в которых, простите, никакой России нет. Есть только Монгольская империя от Адриатического моря до Тихого океана. Так что мы тоже можем какие-то карты достать в любой момент. И, следовательно, Китай также не может на это претендовать, поэтому опасения от попытки российской пропаганды работать на территории Бурятии, говорить, что вот, как только вы отделитесь, Китай к вам придет. Нет, Китай нам так не придет. Они в этом не заинтересованы. Все-таки Китай в своей политике всегда говорит, что лучше торговать. Торговлю лучше, чем война. И даже если какие-то войны ведутся, Китай никогда не воевал за пределами Великой Китайской стены. Нету таких особо больших конфликтов, которые Китай смог одержать решающую, решительную победу. Мы знаем, что конфликт был в том числе и с Вьетнамом в 70-е годы, и Китай его проиграл. Единственная война, которую Китай победил, это маленький приграничный конфликт с Индией. Локальный, о котором я уже говорил, это очень маленькая территория, 500 квадратных километров, которые они смогли занять у Индии. Вот единственная война. Ну, захватили они Тибет. Но Тибет, по сути, был аннексирован, и у Тибета не было регулярной крупной армии, которая могла бы сопротивляться. И взаимоотношения, почему Китаю удалось все-таки оккупировать в свое время Тибет. Дело в том, что, как я сказал, что эти государства, что Индия, что Китай, во многом исходят из того, что было в очень глубокой древности. То есть, они опираются на своей историографии и политической мысли из того, что какие-то у них претензии в прошлом договора. Так вот, Тибетская империя когда-то совершила дипломатическое поражение от Китая, хотя одержала военную победу над Танской династией Китая, но совершила дипломатическое поражение. Поскольку при заключении договора между Тибетской империей и Танским Китаем, китайцам удалось в договоре, который выбит на скале до сих пор в Северном Тибете, на границе между Тибетом и Китаем, есть стела, скала, на которой прописан этот договор, в котором Китай указал себя как старшего родственника, конкретно дядей себя назвал, а Тибет он назвал племянником. И, ну, по восточной традиции старший дядя всегда указывает, ну, какому-то племяннику, и на этом праве китайцы считают себя в праве диктовать свою политику, несмотря ни на что, вот, Тибет он. Некоторая подобная ситуация могла быть в отношении также и монголов в свое время, еще более в древний период, примерно 2200 лет назад, еще до нашей эры, когда монголы, предки монголов и тюрков, Хунну, также известны как Сюнну, это предки гуннов, создали свое первое государство на территории современной Монголии и Бурятии. Между Хунну, Хунским Каганатом и Китаем, Ханьской династии, были заключены также договора, обмен посольствами, и в какой-то момент китайцы поднесли печать Гунскому Шаньюю, на котором было зашифровано, что старший брат Китая дарует вот эту печать младшему брату Гунскому Кагану или Шаньюю, но Гунны смогли расшифровать эту надпись и они разбили, покарали судей и совершили дерзкий набег, даже не набег, дерзкий рейд в сторону Китая и пленили китайского императора и заставили китайского императора, в свою очередь, Ханьской династии, подписать договор, в котором было прописано, что Гунский Шаньюй является старшим братом китайскому императору, и это положение на века. И с тех пор Китай никогда не мог подписать договор обратно, отыграть эту историю, и поэтому на территории Гуннов, Хунну или Монголов, китайцы, так таковой, до сих пор не мог претендовать. И мы исходим из своей политики, из того, что северные варвары, так называемые, или же монголы, или гуны, они не подчиняются, они являются превалирующим доминантой над Центральной Азией, а Китай замыкается за Великой Китайской стеной. Поэтому вот эта попытка российской пропаганды использовать незнание людей о том, что Китай якобы придет, она не имеет никакой под собой реальной основы, поскольку национально ориентированные кадры бурятского национального движения знают хорошо историю, и они понимают суть политической мысли монгольского государства. Я имею ввиду и бурят монгольского, и государство монгольского, и ориентированно на проведение именно этой политики, когда монголы, буряты не подчиняются Китаю и проводят национально ориентированную, чистую, некоррумпированную политику. Поэтому эти страхи преувеличены, но российская пропаганда, конечно, пытается играть наобратно. В то же время она внутри России, самой западной части, на международной арене заявляет, что якобы Китай это друг. Но это полное непонимание китайской политики, что другом Китай никогда никому не может быть. Спасибо. 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 Спасибо.